Сегодня герои интервью – самые бесстрашные братья страны. Эти укротители львов и тигров несколько раз попадали в книгу рекордов Гиннесса за свои сложнейшие трюки. Встречайте, продолжатели династии российских артистов цирка – Аскольд и Эдгар Запашные. Здравствуйте, меня зовут Даша. Спасибо вам большое, что нашли сегодня для нас время. Вы сменили много школ, а были ли у вас любимые учителя и предметы? Да, наша первая учительница Наталья Ивановна, она сейчас продолжает работать в той же школе, в которой мы с братом начинали учиться. И в том числе сейчас учатся мои дети, поэтому, конечно, она для меня осталась самой близкой, самой родной и самой любимой учительницей. Сейчас все чаще звучит такое слово, как буллинг. Задирали ли вас в школе? И все-таки что же делать, если одноклассники пытаются вас задеть? Да, всякое бывало. Мы с братом поддерживали друг друга. Были в разных ситуациях. Аскольд в школу пошел гораздо раньше, чем надо было пойти. Ему не было даже шести лет. В начальных классах я несколько раз дрался вместо него, за него, потому что он был самый маленький по возрасту, самый маленький в классе по росту. И с ребятами, которые больше, чем на год старше его, физически не всегда ему удавалось справляться. Уже где-то в четвертом, пятом классе, когда он более-менее возмужал, он уже стал за себя сам стоять. Наш папа Вальтер Запашный за 10 лет обучения ни разу в школу не пришел. Как-то вот мы сами все делали и при всем при этом очень хорошо учились. Что вас больше всего вдохновляет в вашей работе? Заряжает то, что ты являешься человеком культуры. Цирк – это одно из направлений культуры, которое воспитывает, дает определенные знания. Мы в какой-то момент становимся примером для подражания учителями. У нас появляются ученики, которые сами к нам приходят. И ты понимаешь, что ты жизнь живешь не зря. А я коротко отвечу. Меня вдохновляет успех, благодарность публике. И как бы странно это ни звучало, меня вдохновляет вдохновение. Когда другой человек, который пришел на наше представление, вдохновился, ты видишь его горящие глаза, тебе хочется делать еще больше. А каждый ли может освоить дрессуру? Вот могу, например, я сейчас начать обучаться? Вы можете, конечно, обучаться. Но лучше, чтобы при всем при этом у вас был рядом опытный наставник. Вам может показаться, что вы бездарная, а он, наоборот, вас вовремя поддержит. Или наоборот. Вам кажется, что у вас все получается. По-настоящему вы абсолютно не на том пути. Поэтому работа с профессионалом рядом, она даст тебе возможность правильно оценивать. Вот и все. Ну, а самый главный залог любой дрессуры – это правильное отношение к животным. Вот если ты со всем этим готов справляться, то у тебя есть база для того, чтобы стать дрессировщиком. А дальше – знания.